Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Модель Ждима, канал Моли Красоте, а также обоанном шаринге. Сегодня речь пойдет о расхламлении. Я покажу вам тот улов, который мне удалось отловить в своем доме. И все эти вещи будут объединять. Также одна характеристика, я уже рассказывала про хламовую слепоту. Есть вещи, которые захламляют наш дом, мы их просто не видим, не идентифицируем как хлам. Эти же вещи я объединила под категории, которую назвала «Ну, однажды когда-нибудь пригодится». Однажды когда-то я этим воспользуюсь. Хочу поделиться своей радостной новостью и, наверное, запишу даже отдельное видео по этому поводу. После той грандиозной уборки, которую я устроила при помощи своего мужа, мне удалось уговорить его сделать перестановку. Я очень люблю делать перестановку, потому что это делает, точнее, это приносит некую новизну в твой интерьер, где ты ничего не докупаешь, ничего фактически не меняешь, просто по-другому расставляешь мебель. И я недавно в своем видео рассказывала, что для того, чтобы жилище выглядело более минималистичным, необходимо также вкусить цвет. Это можно сделать, передвинув мебель, которая отбрасывает много тени, соответственно, загораживает проникновение солнечного света, либо просто света дневного в нашу квартиру, в нашу комнату. Можно отодвинуть все это к стене, и будет выглядеть все совершенно иначе. Могу сказать, что мы отодвинули диван к стене, и в нашей комнате стало гораздо-гораздо больше света. Я очень довольна перестановкой. Могу сказать, что этот вариант расположения мебели мне нравился даже больше. Вот эта новизна, которую я получила, меня очень радует. Ну и также меня радует, что на волне вот такого грандиозного наведения порядка я отловила в своем доме достаточное количество хлама. Первый хлам, который я вам покажу, это действительно, что называется, однажды я этим воспользуюсь. Это фильтр, например, от выброшенного пылесоса робота. Я выбросила, без сожаления, два пылесоса робота. Вспомнила с большой печалью, сколько они стоили, во сколько они мне обошлись. Никто не захотел. Один робот я отдавала подруге, она мне его потом вернула. Я знаю, что многие мои зрительницы писали, что они с радостью пользуются роботами. Это их хорошие помощники. В моем же случае роботы, тот робот, который мыл полы, развозил очень много грязи, оставлял следы, а тот, который пылесосил, все фактически не собирал в сборник, а фактически вся грязь застревала в щетках, и щетки приходилось очень долго очистить. И в итоге от этих роботов, несмотря на их стоимость, кто сталкивался и знает, что хороший робот стоит гораздо дороже, чем хороший пылесос Dyson, в общем-то, все это мне пришлось выбросить. И вот такой хлам завалялся. Выбросила я это три года назад, точнее, не это, а этих роботов. Три года назад до сих пор у меня лежала деталька съемная для моего робота. Также я выбрасываю вот эту щетку Dyson для пылесоса Dyson. Эта щетка стоит гораздо дороже, чем какая-то классическая простая модель. Но для меня она оказалась совершенно непонятна. Я не понимаю, что за вакуумный соус у нее, объявленный производителем. Вообще она очень сильно присасывается к полу, и пылесосить с этой насадкой крайне-крайне сложно. И поэтому я выбрасываю знаменитый поскребочек, который я тоже выбрасываю, просто потому что купила себе новый. Соответственно, вот это все у меня лежало. Я рада, что все это я вовремя успела, хотя относительно вовремя найти. У меня также было два таких средства. Одно средство это Redken для волос. Я много раз говорила, что эту серию я никому не рекомендую. Более того, я считаю, что вот это моя страсть закончить то, что я начала, то, что я когда-то купила, погубила мои достаточно неплохо отросшие волосы. Я рассказывала в недавнем видео, что под воздействием температур, а я об этом просто забыла. Я об этом знала, но забыла. И вот недавно видела видео Вартана Болотова, и я поняла, что я совершала эту ошибку. Я на достаточно горячую укладку. У меня есть щетка с крутящейся головкой, она достаточно хорошо. У меня сильно разогревается. Я использовала все эти вещи, и все это превращалось в полимеры на моих прекрасных волосах. Также у меня были некие духи и вуаль для тела, которые мне были подарены в каком-то магазине, возможно, в каком-то даже салоне, который я раньше посещала. Соответственно, это было лет 7 назад. До сих пор они у меня были. Были, не использовала я их, не использовала. С трудом выпрыскала на себя вот столько. В итоге перелила все это в соль, и сделала вот такой хороший езда для дома. Купальники. Я не делала обзорно-раздельные купальники, и, возможно, стоит это сделать. Скажу лишь только, что купальники без вставок поролоновых, без каких бы то ни было прошивок, это, в общем-то, то, что вообще не держит грудь, даже если у вас такой размер, как у меня, первый, стремящийся к нулю. Соответственно, оно совершенно не подходит даже для маленькой груди. Плюс все выделяется. И в итоге эти купальники, по-моему, даже вот здесь есть только-только срезанная этикетка. Я не надела оранжевый ни разу. Вот такой серый он завязан надевала несколько раз. Попыталась туда вставить поролоновые вставки из другого купальника. Они постоянно смещаются. Все это очень некрасиво, очень неудобно. Ну и грудь твоя, она вообще-то спускается к пупку. Соответственно, все это я выбрасываю. Не буду особо заострять внимание на своем белье. Недавно я записала видео, что да, нижнее белье это то, что нуждается, на мой взгляд, в особенном контроле, потому что очень быстро занашивается. А мы все оставляем, даже если покупаем новое. И, соответственно, я выброшу, ну, парочку бюстгальтеров La Perla, которые ничего не держат. Выбрасываю также детские шорты. Покажу вам одни, но их несколько больше, просто потому, что очень сильно затирается резинка. Сейчас засвечивается экран, и все выглядит достаточно неплохо. Но из-за крема, из-за песка вот эта резинка уже просто не отстирывается, очень сильно затирается. И просто все эти вещи уже выглядят, ну, не так аккуратно, как хотелось бы. Тем более, учитывая, что мои дети, они не нуждаются. Не нуждаются в таком количестве одежды. Я очень рада, что все это заносилось. Я от этого избавляюсь. Я также избавляюсь от пляжных шлепок детских, которые я уже убрала две недели назад. Но мой муж сказал, не надо выбрасывать, оставь. Вдруг у нас не будет трех евро, чтобы купить новые шлепочки, если все шлепки порвутся. Шутка, мой муж так не сказал, но, видимо, таковы были его мысли, таковы были его причины, чтобы оставить две пары совершенно заношенных детских шлепок. Теперь я, в общем-то, все это я выбрасываю. Что еще? Я нашла термальную воду. Меня дала ее подруга, она работает в аптеке. Я допрыскаю ее и думаю, что сегодня уже вечером там ничего не будет. Я также нашла свой баттер какао. Я много раз рассказывала про баттеры. Сейчас я просто его вам покажу, сделаю в другом видеообзоре. Видите, как интересно находить хлам. Вам можно найти полезные вещи. Баттер какао вот таким образом выглядит. Для меня было приятным открытием, что он не испортился. У меня был баттер манго, который испортился за лето. Я оставила его в основном в доме, не стала сюда брать. Он испортился. Баттер какао, по всей видимости, может пережить очень много сезонов. И это масло, этот баттер я покупала три года назад. Я нашла вот такую пустую упаковку. Не знаю, кто ее сохранил. Возможно, это была я. А возможно, мой муж. Я нашла также масло брокколи. Мне кажется, что оно испортилось. И хочу просто показать вам. Это не масло, это базовое масло. Его называют жидким силиконом. Оно очень сильно пахнет брокколи. Если масло подсолнечное, масло оливковое, оно в общем-то пахнет чем-то неузнаваемым. Так же, как и кокосовое масло. Не имеет выраженного запаха кокоса. То, если вы задумываетесь о покупке масла брокколи, имейте в виду, что это очень выраженный запах бульона брокколи. Поэтому, в общем-то, это очень классный, действительно, природный силикон. Кожа делается шелковой. Кончики волос можно обрабатывать, они тоже как шелковые. Но запах сохраняется очень долго. Я также нашла духи. Дольчика Бана. Тут прямо-таки на 2-3 прыска. Даже, наверное, вот и не видно, сколько. Нашла их и перевезла их сюда. Да, в волне расхламления в доме я перевезла сюда. И захламила свой летний дом таким интересным способом. Все это сегодня я использую. И все это выброшу. Я также нашла очень много средств аптечных, которые либо истекли, либо мне никогда больше не понадобится. Это средства для новорожденных. Соответственно, я все это выброшу. И я также нашла сохраненный моим мужем вот такой контейнер. Наверное, никто не догадается, что это. Это контейнер для хранения капсул кофе. Мы здесь не имеем кофевую машину стационарную. Она у нас маленькая, очень-очень удобная. И этот контейнер треснул. Даже видно на экран. Даже видно на экран он здесь треснул. От него отвалилась крышка. Ну, наверное, детки помогали нам кофе сюда пересыпать. И вот таким образом все это случилось. Мой муж оставил. И я это выброшу, потому что я нашла это на какой-то крайней полке высокой. Я думаю, что он не помнит и не будет на меня очень сильно злиться, если я все это выброшу. Сейчас я покажу вам тоже очень интересные вещи, которые пришли в мой дом благодаря моему мужу. Это вот такой леденец. Это вот такие палочки одноразовые. Скорее всего, мы привезли их из Акваландии. Вот еще один такой леденец. Где-то дали моему мужу бесплатно. Там такие ингредиенты, которые я не дам своим детям никогда и ни за что. И сама не полежу этот леденец даже за какую-то плату. Мне предложат, Яна, столько-то денег тебе заплатим. Съешь этот леденец. Нет, спасибо. Вот такие вещи, я думаю, захламляют любой дом очень-очень быстро. Ну и также вот такие вещи тоже купил мне мой муж. Я даже, по-моему, про этот набор рассказывала. Там был стаканчик и вот несколько таких лопаточек. Я люблю, чтобы у меня на кухне было все одного цвета. Это вообще какая-то некачественная пластика. На самом деле мой муж купил. Я даже не знаю, как он все это покупал. Он, в общем-то, сторонник качественных вещей. Даже, на мой взгляд, слишком качественных и слишком дорогих. Я считала, что можно найти и бюджетную версию очень хорошую. Но в итоге вот таким образом все это затесалось у меня в доме, на кухне. Все это я выбрасываю. На самом деле у меня, по всей видимости, образовывается достаточное количество свободного времени, которое я могу посвятить уборке. Наконец-то разбору каких-то зон, которые я не могла разогнать, всего того, что были маленькие дети. У меня просто не было времени. Слева от меня шляпа. Эта шляпа в прекрасном состоянии, но она совершенно не подходит для моря, потому что она не сделана из соломки. Она не сделана даже из бумаги. Это какой-то полиэстер, и, в общем-то, любому ребенку в ней будет жарко. Соответственно, я ее выбрасываю. Для красоты, конечно, можно поносить, но из-за того, что несколько сезонов она лежала, очень интенсивно использовала. Здесь может образоваться уже скоро пресс, и нет никакого смысла все это хранить, перевозить в основной дом, чтобы пару раз ребенок мог надеть. Заслуживает отдельного внимания вот такая маленькая коробка. Это средство для очистки кофемашины, которое мне не подошло. Оно не подошло для кофемашины в основном доме, а оно не подошло даже для кофемашины в этом доме, но очень долго хранилось, потому что я не могла выбросить, не могла решиться, потому что наборчик этот стоит. Но я думала, ну вдруг-вдруг мне пригодится. И в итоге в этом сезоне я понимаю, что оно никогда мне не пригодится. Выбрасываю вот такой лак для ногтей. Хороший лак, но мне просто, что называется, такой цвет за ненадобностью. Мне кажется, он уже загустел. Выбрасываю также вот такое средство от комаров. Оно лежало с момента, очень хорошо помню, рождения габрюшечки. Габрюшечки сейчас уже 6 лет. Это средство био от комаров. По сути представляет из себя дистиллированную воду, в которой разведены специальные эфирные масла, точнее не специальные эфирные масла, которые не любят комары. И считается, что все это очень безопасно для ребенка, при этом отпугивает комаров. Никаких комаров не отпугивает, но пахнет достаточно приятно. Все это перелила в соль и образовался у меня сегодня еще один такой дезодорант для комнаты. Вот такая вещь. Это привез мой муж, он ходил в солярий. Он ходил в солярий, я никогда в солярий не ходила. И вот, в общем-то, эта вещь лежала незаметно в нашем ящике. В полупустом, кстати, ящике. Я надеюсь, что я выброшу, он это не заметит. Но, конечно же, мы этим здесь не пользуемся. Хотя в теории можно лежать и вот так загорать здесь даже на солнышке. Но нам постоянно нужно смотреть за своими детьми, чтобы в бассейне все было в порядке, чтобы никто не упал в бассейн, не споткнулся и так далее, чтобы играли дружно. Соответственно, ну нет возможности вот так полежать. Я думаю, что еще ближайшие лет, лет пять не предвидится такая возможность. Что еще у меня здесь? Я просто выбрасываю бутылечек, который я сначала оставила для того, чтобы обозреть потом свои пустые бутыльки. Но решила, что такое видео я делать не буду. В общем-то, все выбрасываю, потому что эти вещи, пустые бутылечки, баночки, они захламляют мне мое прекрасное пространство. Вот, кстати, этот набор частично, точнее, инструкция к использованию этому набору. Ну и еще одна вещь, последняя на сегодня, это просто очень показательно. Я отдала детям крепеж. Их было несколько крепежей для той щеточки, которую я купила для чистки стекла. И вот часть крепежей я раздала детям. Они блестящие, красивые. Моим детям очень понравились. Мне понравились. Мое Данечка называет это сокровищем, маленькое сокровище. И все это я потом обнаружила не в каком-то детском ящике. Мой муж все это собрал и положил куда-то в инструменты, точнее, не в инструменты, а в нашу коробку, где вот такие вещи вдруг пригодятся, хранятся. Я думаю, что он даже никогда не вспомнит, от чего эта вещь была. Соответственно, все это я выбрасываю. Я думаю, что в любом доме, даже у минималиста, если он живет с не минималистом, найдутся вот такие вещички, сохраненные, когда, вот что же, через какие-нибудь пару месяцев уже не помнишь, от чего они. Вот такой мой улов на сегодня. Желаю всем классных расслабленных квартир, прежде всего, если этот процесс доставляет вам удовольствие. Помните, что расслабляться нужно перманентно. Если вы это делаете первый раз, выбирайте одну зону, и в этой зоне выбирайте один сегмент. Не посвящайте расслаблению много времени, потому что это может быть очень и очень утомительно. Я уже на этом с вами обращаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!